Я священник Вадим, служу здесь уже 11 лет в этом храме, с 2005 года. Храм этот старинный, XIX века. Если верить документам, построен он в 1841 году при Николае I, когда строительство старообрядческих храмов было запрещено. Но вот местные старообрядцы как-то смогли этот запрет обойти. Но, видимо, помогло то, что они построили здание без купола, без наружного внешнего вида храма. Ну и власть, видимо, закрывали на это глаза некоторое время. После дарования свободы, веросповедания всем гражданам России, это случилось в 1905 году, храм этот был перестроен, поставлен сверху купол, облицован он был белым кирпичом силикатным, который только-только вот начали изготавливать здесь, в Саратове. И приобрел такой примерный вид, как сейчас он имеет. Потом при революционных событиях он был закрыт. Здесь, по-моему, конюшня была и столовая была. А в конце концов находился областной архив, который в 1973 году сгорел. И с тех пор здание стояло без окон, без дверей, без крыши. Заваливали его местные жители мусором, устроили тут свалку. До середины уровня окон даже мусор уже доходил. Отсюда 60 потом камазов мусора вывезли. Вот так он по чему-то состоянию был на начало 90-х годов. Но потом власти отдали его верующим, этот храм вернули. И община старообрядческая, саратовская, своими силами, ну и при помощи людей, которые откликнулись на просьбу о такой помощи, вот смогли восстановить. Конечно, не в таком благолепном виде, как оно было раньше, но что смогли, то смогли сделать. Священно-диакон Александр. В данном саратовском старообрядческом храме я служу уже 6 лет. Посвящен я был в диаконское звание, в диаконский сан в Киеве в 2006 году. Потом так сложились обстоятельства. Настоятель здешнего храма, отец Вадим, решил пригласить меня в качестве диакона в свой приход. Я подумав, в общем-то согласился. Молимся мы древним чином, так как молились наши предки и предки наших предков. Старая вера – это именно та вера, которая была принесена на Русь князем Владимиром более тысячи лет назад. Вот мы сохраняем именно это предание, апостольское предание, святоотеческое предание. Стараемся не отступать от тех истин, которые Христос нам дал познать, и от тех заповедей, которые Он нам заповедовал. Ну вот, живем в этом мире, но стараемся жить по законам мира Вышнего. Вне богослужебная работа с людьми, конечно же, ведется. Люди приходят со своими вопросами, с бедами. Естественно, каждому мы уделяем столько времени, сколько ему для этого будет нужно. О принятии таковых людей мы руководствуемся заповедью Христа, грядущего ко мне не ждено вон. Пусть и сущий желудок и молитвами твоими славляешься от смерти душа наша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова